1655 год. Речь Посполитая под натиском русского царства стремительно теряет свои территории. За этим процессом внимательно наблюдает шведское королевство. Дело в том, что шведам было невыгодно усиление русского царства, так как в этом случае оно могло попытаться установить контроль над принадлежащими шведам прибалтийскими территориями. Кроме того, шведы стремились установить контроль над побережьем Балтийского моря, сделав его шведским озером. Для воплощения в жизни этой идеи, шведам оставалось установить контроль лишь над Балтийским побережьем, принадлежащим Речи Посполитой и Дании. Прекрасно понимая, что Речь Посполитая не сможет выдержать натиск русского царства самостоятельно, шведский король решил вмешаться в войну, чтобы остановить наступление русской армии. Тем более, что просьбы о помощи от шляхты Речи Посполитой начали поступать шведскому королю еще в 1654 году. Но, как известно, помощь бесплатной не бывает. Поэтому за вступление войну шведской армии, которая в описываемый период времени входила в число сильнейших, шведы хотели получить контроль над принадлежащей Речи Посполитой частью Балтийского побережья. Следует упомянуть о том, что большая часть шляхты была согласна на эти условия, но против был правитель Речи Посполитой Ян Казимир, посол которого вместо обсуждения территориальных уступок в пользу Швеции потребовал выплату компенсации за то, что Ян Казимир отказался от претензий на шведскую корону. Забавным является тот факт, что шведский король был настолько шокирован наглостью Яна Казимира, что даже пожаловался на него русскому царю. Несмотря на несогласие Яна Казимира, шведский король не планировал отказываться от планов захвата побережья Балтийского моря. Дело в том, что натиск русской армии усиливался, и польско-литовская знать все активнее искала защиты у шведского короля. Уже весной 1655 года великий гетман литовский Януш Радзивилл договорился о переходе Великого княжества литовского под протекторат шведского королевства, а также о возможности избрания Карла Густава польским королем. В начале лета шведский король разработал план вторжения в Речь Посполитую, который предполагал нанесение ударов с двух сторон. Армия под командованием Арвида Виттенберга должна была выступить из шведской померании и занять великопольские земли. Тем временем вторая армия должна была нанести удар в Ливонии. Так как шведы были уверены, что местная шляхта не будет оказывать сопротивление, они планировали после достижения первоочередных целей продолжить наступление, чтобы установить контроль над всеми еще не занятыми русским царством землями Речи Посполитой. 21 июля 1655 года шведская армия под командованием Виттенберга, общей численностью около 14 тысяч воинов, которая ранее выдвинулась из города Шетцен, вторглась в пределы Великопольши. В это время польское командование успело собрать поблизости от селения Уйсце, расположенного севернее Познани, 17-тысячную армию, которую возглавил Богуслав Лещинский. 24 июля шведская армия, совершив маневр, захватила переправы через реку Нотец и тем самым заблокировала польское войско. Осознав, что они попали в окружение, после мощного обстрела шведской артиллерии 25 июля поляки были вынуждены капитулировать. Таким образом, Великопольша перешла под власть шведского короля, практически без боя. Меняться очень тяжело, а особенно тяжело менять профессию. Если вы об этом думаете, то предлагаю присмотреться к IT-специальностям. Есть профессии с легким входом. И даже если вы не знаете английский и не хотите писать код, но при этом желаете, чтобы работа была востребованной и стабильной со средней зарплатой 100 тысяч рублей, то вам подойдет профессия 1С-программист. В России без работы вы точно не останетесь, ведь на Headhunter на 4 вакансии приходится только одно резюме. Это больше, чем у любого другого языка программирования. 1С пользуется более полутора миллионов компаний. А 1С-разработчики помогают им автоматизировать любые бизнес-процессы и настроить платформу под их запросы. Обучиться профессии вы можете в онлайн-школе Skill Factory. Тем более, что идет черная пятница, а значит, что только в ноябре вход в профессию стал легче. Вы можете начать учиться уже сейчас, а платить за обучение только через 3 месяца. Школа не грузит студента в одной теории, а сразу же учит практическим навыкам и дает решать задачи от реальных заказчиков. Поэтому к концу обучения у вас будет 6 выполненных проектов и опыт работы, который требуют работодатели. С трудоустройством вам тут тоже помогут. Берите скидку до 60% по промокоду понятная история. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс и становитесь ценным специалистом. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. В ночь на 30 июля шведские отряды начали переправляться через северную двину. И благодаря договоренности с литовским гетманом, уже 1 августа шведы смогли установить контроль над всеми землями великого княжества литовского, до которых не успела добраться русская армия. Естественно, царю Алексею Михайловичу не понравился подобный вариант развития событий, так как он считал все Великое Княжество Литовское своей законной военной добычей. Тем не менее, как русская, так и шведская армия избегали столкновений друг с другом, так как еще оставался шанс договориться и избежать начала новой войны. 10 августа в Польшу прибыл шведский король Карл Густав во главе второй армии численностью 12 тысяч воинов. Две шведские армии начали движение вглубь польского королевства, не встречая особого сопротивления. Тем временем Ян Казимир собрал армию в 20 километрах от Варшавы, поблизости от селения Собота, планируя с ее помощью остановить наступление шведов. В свою очередь, шведский король, наступая на Варшаву, 1 сентября занял город Кутна. Получив известие о том, где находится армия Яна Казимира, он решил разбить ее перед штурмом Варшавы. Утром 2 сентября Карл Густав во главе своей армии, в которую входили перешедшие на шведскую сторону поляки, выдвинулся по направлению к Соботе. Ян Казимир, узнав о приближении численно превосходящего противника, приказал своей армии спешно отступать. Шведы начали преследование, благодаря чему им удалось захватить большое количество пленных. Завершив преследование противника, Карл Густав выдвинулся по направлению к Варшаве. Достигнув окрестностей польской столицы, шведская армия 8 сентября без боя установила над ней контроль. Дав своим людям отдохнуть уже 11 сентября Карл Густав продолжил наступление в Гуйпольского королевства. Тем временем Ян Казимир 15 сентября прибыл в город Жарнов. К этому моменту под его командованием было около 11 тысяч воинов. Уже на следующий день в окрестностях Жарнова появился Карл Густав, под командованием которого было аналогичное количество воинов. Но при этом он имел намного больше артиллерии. В ходе сражения шведам удалось нанести польской армии сокрушительное поражение. И заставить ее отступить. 19 сентября спасаясь от преследования Ян Казимир прибыл в Краков. И уже 25 сентября он вместе со своей семьей и свитой отправился в Австрию. В этот же день шведская армия появилась в окрестностях Кракова и начала осаду города. Гарнизон Кракова оказывал ожесточенное сопротивление. Но в октябре 1655 года был вынужден капитулировать. В конце сентября к активным действиям приступил шведский флот, который вошел в Гданьский залив и высадив десант приступил к установлению контроля над побережьем. Поляки попытались оказывать сопротивление. Но 21 октября практически все воеводства польского королевства были вынуждены признать власть шведского короля. Несмотря на то, что к концу 1655 года практически вся Польша оказалась под властью шведского короля, великий коронный гетман Станислав Потоцкий продолжал сопротивление, призывая народ к партизанской войне. Для борьбы против шведов Станислав Потоцкий и Станислав Лянскоронский создали Шляхетскую конфедерацию, но вернуть контроль над потерянными территориями они не могли, так как большая часть польской знати перешла на сторону Карла Густава. Чтобы сплотить народ Польши против шведов, Шляхетская конфедерация неоднократно посылала гонцов Яну Казимиру, призывая его вернуться в Речь Посполитую, но он не торопился. Лишь в январе 1656 года, воспользовавшись тем, что шведский король вместе с большей частью своей армии вернулся на родину, Ян Казимир прибыл в Речь Посполитую, где при помощи Шляхетской конфедерации поднял восстание. Узнав о восстании в Польше, шведский король во главе армии численностью 7000 воинов отправился на его подавление. Так как вассал Речи Посполитой, курфюрс-брандербургский Фридрих Вильгельм поддержал восстание поляков против шведского короля, Карл Густав в первую очередь направил свою армию в Пруссию. По пути к нему присоединились перешедшие на его сторону польские Хоругви. К 17 января шведская армия достигла окрестностей Кёнигсберга и брандербургский марграф Фридрих Вильгельм был вынужден заключить с Карлом Густавом военно-политический союз, согласно которому Пруссия переходила в ассальную зависимость от шведской короны и обязалась принять участие в войне против Речи Посполитой. Усмирив Пруссию, шведский король направился в Польское королевство, чтобы подавить восстание, пока оно еще не набрало силу. Тем временем Ян Казимир находился во Львове и спешно собирал армию, чтобы отбить у шведов утраченные территории. В свою очередь Карл Густав во главе своей армии двигался навстречу Яну Казимиру, попутно устанавливая контроль над польскими городами, в которых еще не было шведских гарнизонов. В это же время начали происходить неожиданные для шведского короля события. Так, например, находившиеся в Мазовии польские войска, присягнувшие на верность Карлу Густаву, сложили с себя присягу и присоединились к армии Яна Казимира. Более того, литовские войска, которые ранее искали у Карла Густава защиту от русской армии, также сложили с себя присягу и перешли на сторону Яна Казимира. Таким образом, количество доступных шведскому королю сил стремительно сокращалось, а армия Яна Казимира напротив росла. И к марту 1656 года ее размер достиг 24 тысяч воинов. Получив известие о предательстве польских и литовских отрядов, Карл Густав был вынужден отказаться от наступления на Львов, а вместо этого выдвинулся в сторону города Ярослав. Заняв город, шведы попытались захватить соседнюю Пшемысль, но сил для решительного штурма у них не хватало. Тем временем, польская шляхта поняла, что численное преимущество на стороне Яна Казимира, и поэтому на территории польского королевства начали вспыхивать восстания против власти шведского короля. Несмотря на неблагоприятное положение дел, шведский король продолжил маневрировать. 30 марта он попытался переправиться через реку Вислу, поблизости от Сандемира, но к удивлению для себя обнаружил, что город был уже занят поляками. Шведы разбили лагерь поблизости от города, но вскоре в его окрестности прибыла армия Яна Казимира и смогла блокировать противника. Оказавшись в затруднительном положении, шведский король приказал 3000 гарнизону Варшавы идти ему на помощь. Узнав о приближении дополнительных сил противника, Ян Казимира отправил часть своей армии на встречу шведскому гарнизону Варшавы. Этим воспользовался Карл Густав, который смог прорвать кольцо окружения. Выбравшись из окружения, Карл Густав добрался до Варшавы, но уже 17 апреля во главе своей армии выкнулся по направлению к Балтийскому побережью, планируя захватить самый крупный польский город-порт Гданьск. При этом часть армии, которую возглавил брат шведского короля, направилась для подавления восстания в Великопольше. Карл Густав планировал установить контроль над Гданьском, а затем, собравшись силами, разбить армию, собранную Яном Казимиром. Но вышло иначе. Дело в том, что успешное вторжение шведов в Речь Посполитую не понравилось не только Яну Казимиру, но и царю Алексею Михайловичу, который планировал сам стать правителем Речи Посполитой и поэтому считал действия Карла Густава покушением на свою будущую собственность. В сложившейся ситуации 17 мая 1656 года между Яном Казимиром и Алексеем Михайловичем было подписано Виленское перемирие, которое предполагало совместную борьбу против шведов. После подписания этого договора угроза нависла над принадлежащей шведам Ливонией. Поэтому Карл Густав был вынужден спешно перебрасывать армию для защиты Балтийского побережья от русских войск. Таким образом, численность шведской армии в Речи Посполитой серьезно сократилась и оставшихся сил было явно недостаточно для уничтожения войска Яна Казимира. Изменившимся балансом сил сразу же воспользовались поляки, первые отряды которых достигли окрестностей Варшавы еще в конце апреля. 30 мая в окрестности Варшавы прибыла основная польская армия под командованием Яна Казимира. Несмотря на подавляющее численное преимущество, полякам долго не удавалось сломить сопротивление шведского гарнизона. Но 1 июля 1656 года польским отрядам удалось ворваться в город и заставить шведский гарнизон капитулировать. Прекрасно понимая, что после переброски части армии в Ливонию собственных сил для разгрома Яна Казимира не хватит, Карл Густав начал переговоры о совместных действиях против поляков с брандербургским курфюрстом Фридрихом Вильгельмом. 4 июля армия Карла Густава выдвинулась в поход. В пути он получил известие о капитуляции варшавского гарнизона, а 19 июля в окрестностях города Новый Двор к шведской армии присоединилось войско брандербургского курфюрста. Таким образом, в их распоряжении оказалось около 18 тысяч воинов. 18 июля 1656 года армия Карла Густава столкнулась с 40-тысячным войском Яна Казимира. В разразившемся сражении, которое длилось до 20 июля, шведам удалось нанести армии Яна Казимира сокрушительное поражение, заставив без боя сдать Варшаву и отступить. Шведы заняли польскую столицу, но в этот момент Яну Казимиру улыбнулась удача, так как марграф брандербурга отказался продолжить наступление вглубь Польши и принял решение вернуться в Пруссию. Оставшихся у Карла Густава сил было недостаточно не только для того, чтобы продолжить наступление, но и для того, чтобы удержать Варшаву. Поэтому 1 сентября он также был вынужден отступить к Балтийскому побережью. Этим воспользовались поляки, которые начали возвращать утраченные ранее территории. К 12 декабря 1656 года в руках шведов оставалась лишь северная часть Речи Посполитой, а полякам удалось заключить перемирие с брандербургским марграфом, тем самым лишив шведского короля ценного союзника. Но Карл Густав не отчаивался и договорился в совместных действиях против Речи Посполитой с трансильванским князем Диордем Ракоци, который претендовал на польскую корону, и запорожским гетманом Богданом Хмельницким. В конце января 1657 года трансильванский князь во главе 12-тысячной армии вторгся на территорию Речи Посполитой. Совсем скоро его армия достигла окрестностей Львова, где к нему присоединились запорожские казаки. Взять хорошо укрепленный Львов трансильванскому князю не удалось, и поэтому он начал движение по направлению к Варшаве. В свою очередь Карл Густав, узнав о вторжении своих союзников в польское королевство, во главе своей армии выдвинулся по направлению к Варшаве. Ян Казимир тоже не сидел сложа руки, и в марте 1657 года он успел заключить военный союз против Швеции с австрийским эрцгерцогом Леопольдом, который направил на помощь полякам 17-тысячную армию. 7 мая объединенное войско шведского короля трансильванского князя и запорожских казаков осадило Варшаву. Польский гарнизон города оказывал жесточенное сопротивление и смог отразить три штурма, но в конце концов 9 июня был вынужден капитулировать. Столица польского королевства снова оказалась в руках шведского короля, но Яну Казимиру снова улыбнулась удача. Дело в том, что в июне в войну против Швеции вступила Дания. В сложившейся ситуации Карл Густав, не предупредив своих союзников, увел армию на север для борьбы против датчан. Оказавшись без поддержки шведской армии, трансильванские князь и запорожские казаки были вынуждены отступить с территории польского королевства. В августе 1657 года на помощь полякам пришла 17-тысячная австрийская армия. Совместный усилиями им удалось вернуть контроль над городом Краков, выбив из него шведский гарнизон. Несмотря на то, что шведский король оставил в Речи Посполитой лишь небольшую 8-тысячную армию, а сам сосредоточился на войне с Данией, полякам не удавалось полностью выбить шведов с захваченных территорий. Для выполнения этой задачи Яну Казимиру требовались дополнительные силы, поэтому 19 сентября он заключил мирный договор с брандербургским марграфом, признав независимость герцогства Пруссия. Тем временем в Дании дела у шведского короля шли довольно хорошо, поэтому, чтобы не допустить поражения своего союзника по антишведской коалиции, Австрия, Речь Посполитая и брандербургский марграф были вынуждены в 1658 году послать свои армии на помощь датскому королю. Прибытие армии союзников спасло датское королевство от полного разгрома, но тем не менее датский король при заключении мира в 1659 году был вынужден уступить шведскому королю значительные территории, а также обязаться не пропускать в Балтийское море корабли держав, настроенных враждебно к Швеции. После подписания мирного договора между Данией и Швецией, союзники по антишведской коалиции сконцентрировали свои усилия на возвращение захваченных Карлом Густавом в территории Речи Посполитой. Несмотря на то, что шведская армия оказалась перед лицом численно превосходящего противника, Карл Густав не планировал сдаваться. Благодаря заключению мира с русским царством ему удалось освободить дополнительные силы, которые можно было бы задействовать для войны против антишведской коалиции. В общем, от планов превращения Балтийского моря в шведское озеро Карл Густав отказываться не собирался, но 13 февраля 1660 года он умер в 37-летнем возрасте. Новым королем стал его 4-летний сын Карл XI, который из-за малолетнего возраста не мог управлять войсками. В сложившейся ситуации 3 мая 1660 года Швеция была вынуждена заключить мир со своими противниками. По условиям договора Ян Казимир отказывался от претензий на шведскую корону, а под контролем Швеции оставалась лишь небольшая часть занятых в ходе войны территорий. Кроме того, Речь Посполитая и Швеция признавали независимость Пруссии. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, будем разбираться в истории вместе.